павел привет дорогие друзья сегодня мы обсуждаем павел свою коллекцию те новинки которые ты приобрел подготовил как ты пополнил свою коллекцию как настроение вообще готов пообщаться рассказать замечательная до всегда готов отлично спасибо взаимно друзья для тех кто не знает павел это коллекционер фанат часов родом из санкт-петербурга сейчас живет в сша уже довольно давно да сколько ты уже в штатах 17 года давненько мы с павлом снимали уже видео про его коллекцию но тут буквально за там один месяц практически ты расширил коллекцию просто нереально еще и такими часами которые ну не то что там дорогие или редкие некоторые позиции вообще купить практически нереально за месяц это конечно приобидел что действительно когда мы встречались последний раз это был август и вот с тех пор удалось приобрести некоторые интересные позиции буду рад поделиться думаю что твоим зрителям может быть интересно павел ты на прошлой встрече говорил что в принципе не особо учишь расширяться вот ближайшее время тем не менее много часов появилось и что ты мне присылал показывал там и в чате и хочу тебя спросить ты рассказывал про твою любовь скажем так и ракете твой интерес к бренду ракета но ты так и не купил не big zero ничего то еще другого из новинок но вроде как у тебя появились винтажные big zero почему так произошло почему старые почему не новые поделись этим секретом к ракете действительно замечательно отношусь в чем-то это ностальгическое естественно такое чувство потому что как ты уже сказал есть санкт-петербурга а первыми моими российскими часами такими вот основательными это был автомат от ракеты относительно свежая модель и дальше я спустя какое-то время приобрел ракету-носитель мне интересно что они делают я желаю им развиваться единственное сейчас те модели которые присутствуют в их модельном ряде они ну не совсем наверное мне подходят и действительно я давно приглядывался к ракете оригинальные которая вышла в советском союзе потому что мне вот как наверное явление big zero очень интересно сложно вообще важность этих часов вычеркнуть из истории благодаря герману нашему товарищу герман спасибо тебе огромное удалось приобрести часы в состоянии новых сделанные в ссср полностью обслуженные прекрасные они как раз мне шли друзья если тема винтажных часов вам интересна и вы хотите их себе приобрести рекомендую обратиться к герману и его мастерскую триумф винтаж каждые винтажные часы которые вы у него найдете прошли полную реставрацию и обслуживание перед продажей ведь задача каждого уважающего себя мастера довести винтажные часы до отличного состояния при этом конечно же сохранив все их исторические особенности герман занимается сложным часовым делом с 2016 года занимается не только советскими но и например швейцарскими часами на моем канале выходило видео где герман показывал винтажный ролик с которым восстанавливал и мы обсуждали с ним весь процесс рекомендую посмотреть если вы еще этого не сделали интересные статьи из мира часов а также актуальные модели мастерской триумф винтаж можно посмотреть в телеграм-канале часовая и в инстаграме германа все ссылки будут в описании под видео а теперь продолжаем заказал до того как big zero появилась ой блин когда брат вышел мне кажется что это было где-то посередине то есть от гремел уже вот big zero и собирались выходить как раз вот брат 2 или брат как на 25 лет добра 25 до и вот как раз где-то посередине этого момента мы тогда не знали что это будет лимитка на основе big zero вот брат да мне уже шла какие-то миксер а когда мы узнали что как раз брат 25-летие тоже на основе big zero и такими какими они получились в принципе я не сильно расстроился поэтому опять же замечательные часы все здорово вот но это вкусовщина то есть кому-то что-то нравится кому что-то не нравится ты знаешь что мы общаемся с паши павел кейф разработал замечательный на мой взгляд дизайн его прочтение вот и что первых что вторых часов основной линейки big zero и у него это брат 2 все же мне как-то подходит больше слушай а скажи пожалуйста вот мыс по поводу павла сейчас еще обсудим по поводу его дизайнов почему все-таки новые почему все-таки советские они современные big zero ведь новые вроде как лучше по всем показателям ракета выпускает часы которые явно не на каждый день то есть ракета это по любви ракета это часы которые не будут единственными вашей коллекции все их модели за исключением наверное автомата которую уже сейчас не достать их сложно представить вот так вот на врутине носить постоянно амфибию они по моему тоже уже распродали немский код более или менее который там там интересное усложнение с обратным ходом да но тоже их распродали а все остальное то в принципе такие часы эмоция мне эмоций хватает от винтажной коллекции мне кажется что это более оригинальное такое ощущение вот этих часов они произвели свой фурор достать часы в идеальном состоянии что огромная удача еще раз благодарность огромная герману покупать имея винтажные часы от ракеты новую версию я не очень видел необходимым потому что то есть две одинакового да не имеет смысла слишком близко да действительно то есть мне очень нравится что они стараются двигаться вперед понятно что калибр может быть он и старый но они его доработали они красиво его украшают то есть это старые новые часы они действительно абсолютно разные вещи естественно интересно что там есть сапфир очень понравилось их решение с вот этой вот головкой заводной с камнем такие вот отдельные элементы они здоровски но как это все сочетается вместе конкретно мне не очень понравилось и опять же при наличии уже вот очень схожей модели ведь если я надену свои big zero и будет стоять рядом человек с новыми big zero если ты стоишь в другом конце переговорной комнаты и мы сидим рядом и не отличишься только только сбоку то есть вот по толщине корпуса там по заводной головки если ты просто смотришь вот в циферблат часов разницы никакой нет и почему я привел пример паши павла кейва он сделал интересный вот этот вот цвет популярный тиффани и такое вот новое прочтение все ротор покрасил и мешок красивый подобрал то есть все вместе это как раз гармонично интересно выглядит это такие классные летние часы давай тогда узнаем павла как он это сделал и какие секреты производственные будет ли такая ракета все-таки продажи павел с нами на связи здравствуй виктор здравствуй павел здрасте дорогие подписчики канала про часы с вами павел из питера и мы общались с павлом и говорили как раз про часы я сейчас хочу рассказать про часы ракета про мою коллаборацию с ними и немножко про отечественные часы которые у меня есть коллекции вот у меня в руках это брат 2 расскажу про эти часы эти часы были впервые показаны в мексике на выставке сиар вот как они у меня получились компания ракета сделала к 25-летию фильма брат коллаборацию и выпустила 50 часов посвященная юбилею 25 лет да и большое спасибо за такую обалденную идею и я захотел эти часы в коллекцию эти часы под номером 5 вот эта модель сделана базе big zero часы посвященные 25-летию фильма а мне хотелось бы чтобы у меня на руке были часы которые говорили сами за себя потому что в стандартной комплектации вы смотрите на циферблат там осталось все как есть выделено метка 2 красным цветом и на ремешке нанесено в чем сила брат вот мне показалось что можно сделать часы посвященные не 25-летию а именно фильму брат 2 и самого данилу багрову на мой взгляд какие бы часы уносил и что я переработал там втайне от ракеты потому что не знали что я делаю я изменил циферблат я нанес здесь слово брат на метках 12 3 9 и 6 чтобы они читались метку красную я заменил на цифру 2 вот а также написал ответ на вопрос который есть на ремешке вот где написано всегда произведено обстро в какой-то стране то есть модель на россии или швейцария swiss made я написал сила в правде и ремешок я сделал кожаный их несколько штук у меня эти ремешки подобраны к образу бодрова такой черный ремешок но он не простой здесь 3d принтером нанесено в самом ремешке название вернее посыл вопрос в чем сила вот и вот он так вот как на термоподъеме выделяется ну вот здесь в чем сила и таких ремешков у меня три это канвас потом потертая кожаная куртка бодрова потому что когда мы создавали часы я смотрел в чем был одет бодров не и вот темные сапоги такая вязка свитер в крупную вязку это вот канвас как раз ремешок и еще у него была куртка которая такая потертая в 90 то есть я дополнительно три ремешка пошил в надежде чтобы бодров надел эти часы в своем фильме то есть как бы он их носил вот и ответ еще раз на вопрос в чем сила брат я нанес внутри циферблата и написал что сила в правде то есть когда вы смотрите на часы у вас эти часы должны говорить сами за себя основная моя задача была в том чтобы человек глядя на часы четко понимал что это часы посвященную фильму брат брат 2 они для того чтобы он разгадывал некий ребус о том что вы это 25 надо объяснять лишь часы должны говорить за себя и у меня в принципе не кажется получилось потому что я вижу слово брат я вижу цифру 2 я вижу в чем сила вот вопрос который задается цитаты из фильма который используется а также я поменял задний мост и ротор то есть я сделал вот таким пескоструйным и нанес фразу быть они казаться это тоже цитата из фильма брат потому что данила бодров он как раз про то что он быть они казаться вот эта фраза мне показалось более интересно и более закрыта потому что мы можем носить любую одежду а вот внутри у нас именно то что мы себя представляем и вот это касается вот часы брат 2 вот big zero переработанный корпус если вы знаете об этом вот это часы выпущены это я называю лимитка лимитки скорее всего не будут выпущены вообще потому что и вопросы по поводу будет ли нельзя ли где можно купить вот эти часы нельзя нигде купить они есть только у меня в коллекции я взял и сам переработал этот дизайн оставил только корпус заднюю надпись и вот что получилось то есть заказать часы брат 2 в моем исполнении нельзя а были доступны часы с коллаборацией посвященные 25 летию фильма они все раскуплены так что если вам нужно можете искать о коллекционеров вот вот такие часы то есть купить их можно только у меня но скорее всего они останутся как память в часах которые были на мексиканской выставке вторые часы о которой меня павел спрашивал который я повез мексику это тоже у нас big zero вот я давно хотел чтобы у российских производителей появился тот самый цвет популярные во всем мире и удалось мне это с дэвидом и с ракетой и вот что у меня получилось я взял цвет тифани не совсем тот понтон который использует тифани мы подобрали кожу кожаным предоставили для пошива ремешок выполнен в классическом стиле и сделан по образу и подобие ремешков которые используют ракета здесь такие же быстросъемы вот потом циферблат циферблат получился в цвет ремешка серебряные метки именно это отличает от часы что при разном цвете вы можете видеть разный оттенок часов здесь вот линза если вы выйдете на улице они будут там сверкать если будете помещение они будут такие более строгие то есть они подойдут и мужчине более такому импозантному а девушки тем более рекомендую эти часы кстати циферблат для часов делал константин чайкин отдельно ему спасибо вот что он помог сделать циферблат к сроку что мы еще поменяли в этих часах мы заменили задний ротор он тоже такого цвета бирюзового да не совсем он в цвет тифани попал потому что идеально в цвет не попасть но он тоже соответствует стилистике монохрома в часах еще без знаете что добавил светоотражающую порошок светоотражающий и изначальная была задумка что когда свет попадает и метки отражает но к сожалению время у нас поджимала и получились вот такие вот часы не выпущены компанией ракета на базе big zero в цвете одном из самых популярным и это доказательство того что российские часы могут быть в цветовом решении не хуже а даже интереснее потому что эти часы не привлекли внимание на ленде я думаю чек 200 300 их померила на руках и хотели купить и вот что касается производства ракетой я предложил этот дизайн я его отдаю если они запустят производство они об этом сообщат вам на данный момент они в единственном зомкляре есть у меня это писюник который был заказан дальше если ракета захочет их выпускать то это будет выходить с дэвидами разговаривал он сказал что если мы найдем потому что сделать в одном экземпляре часы сложно но подобрать кожу ротор вот циферблат сделать правильный в большом количестве это сложно как можно их приобрести пока никак эти часы существуют как и big zero брат 2 в единственном экземпляре но я бы очень хотел бы чтобы эти часы были в производстве может быть даже ракета сделала какие-то другие часа другие часы это было бы круто и замечательно я могу большое спасибо сказать павлу и тебе виктор о том что вы заинтересовались этим и пожалуйста у меня в коллекции не только есть ролик с демарой и это не является найти венцом я очень хорошо отношусь к отечественным часам к российским часам и в заключение скажу что у меня есть не часы которые ну и существует много версий использовались в фильме мироновым бриллиантовая рука но там ходят слухи но эти часы у меня в коллекции есть они прошли репассаж они тикают громче чем все остальные у меня есть кварцевые часы полет которые такие же по моим сведениям носил леонов актер я иногда эти часы надеваю вот у меня в коллекции часы есть победа позолоченные тоже необычного дизайна и это то что я принес и достал прямо мне наверху то что дорогие друзья я отношусь к советским российским часам очень хорошо вот так что часовой мир он многогранен и я хочу что в принципе часовое дело но популяризировалась и благодарю еще раз виктора богу павла за то что они позволили мне рассказать о своих часах вот так что я закончила вы продолжаете диалог дальше спасибо павел паш тебе как вообще ты бы взял эту ракету тиффани если бы они выпустили их серийно возможно мне очень нравится эта идея в принципе и действительно при наличии как мы уже говорили вот классических винтажных часов от еще эры ссср уйти вот в такую другое абсолютно прочтение мне кажется это более логично вот я думаю ракета будет выпускать несколько вариантов циферблата наверное это будет с определенной регулярностью я с одной стороны сказал бы что если бы это был какой-то другой бренд то наверняка они бы выпустили сразу линейку несколько цветов одновременно и каждый мог бы себе выбрать то что хочет ситуации с ракета я думаю это маловероятно потому что у них очень ограничены производственные мощности и какой цвет появится раньше какой кожи тут уже гадать сложно давай отойдем сейчас немножко от темы российских современных часов этажных часов я знаю что у тебя есть мы потом это как-нибудь обсудим давай к тому что здесь достать невозможно я знаю что ты приобрел разные часы делись рассказывает твои впечатления действительно получилось достать очень интересные модели на мой взгляд буду рад поделиться одной из таких моделей является болтик мр-01 часы были выпущены по моему в двадцать первом году и тут же были снесены буквально покупателями болтик это микро бренд они производят свои часы в гонконге используют китайские механизмы но сборка и финальная обработка происходит во франции также как и дизайн и разработка в принципе всех часов на территорию микро брендов я заходил нечасто и в принципе недавно в этом хобби и часы от другого микро бренда мы немножко обсуждали в предыдущем ролике это был турбион там был тоже китайский механизм бренд образованный в германии швейцарскими энтузиастами такая же схема ребята разрабатывают дизайн но естественно гораздо проще все это собирается в гонконге но схема очень популярная многие бренды идут по такой схеме а многие даже именитые бренды идут по такой схеме но как бы не афишируя это не афишируя очень мало кто реально там производит корпуса в швейцарии это очень 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 редкий случай фабрики стоят в китае делают отличного качества ты не испугался вот идти в микро бренды я так понимаю что после покупки этого условно китайского турбиона тебя как-то пропало наверное волнение переживания по поводу того какого качества в итоге будут часы знаешь опять же есть китай бывает разные да айфоны тоже собраны и наши макбуки и все прочее создано в китае то есть создана в калифорнии но все собрано в китае китайцы молодцы делают классные вещи понятно что там за три копейки вряд ли стоит ожидать хорошего качества но чем привлек baltic они действительно делают интересные дизайны мне импонирует baltic тем что во первых как ты правильно сказал кто-то не афиширует происхождение своих компонентов они четко сразу заявляют что да мы действительно закупаем там потому что качество классное и мы хотим доставить нашему клиенту максимально хорошие часы за минимально возможные деньги модель которую они произвели вот этот mr01 они ее выпустили первый раз двадцать первом году тираж был небольшой и и вынесли туда и мне кажется что интересный момент далеко не каждый микро бренд я бы сказал что это наверно вообще невозможно увидеть чтобы часы на вторичном рынке стоили дороже чем их ритейл это за микро брендов это вообще это вообще невозможно это и для крупных очень редко да ну понятно ролик садимар да а вот средненький сегмент маловероятные часы теряют в принципе достаточно какие-то ощутимые деньги после того как вы их приобрели и здесь про получилось совершенно обратное то есть часы были для настолько интересное но и был настолько мало что вот этот эффект бутылки до горлышка вот получился что все сразу естественно захотели то что сложно достать интересное эти часы естественно своим дизайном и наличием механизма с микро ротора миша вот давай на дизайне остановимся на момент вот с первого взгляда абсолютно простые простой циферблат три стрелки ничего там нет каких-то сверхъестественных функций что тебя привлекает более конкретно мне понравилась гармоничность дизайна корпус часов небольшой это 36 миллиметров то есть опять же подбирайте на свое запястье запястье мне небольшой 17 сантиметров поэтому на моей руке такие часы смотрятся гармонично как мы говорили в предыдущем ролике я думаю что у нас будет много отсылок предыдущих если вы не смотрели обязательно посмотрите прошлое видео и потом можете продолжить смотреть текущее я на работу допустим но вот в какой-то вот такой официальной среде не ношу какие-то более дорогие часы мне понравился болтик еще тем что это такие часы которые с первого взгляда особо внимания и не привлекают то есть мне интересно самому что это за часы и первую очередь это конечно же вот это усложнение с микро рутом которое больше но большинство людей не видно пока ты не снимешь часы не покажешь что но в этом есть свой эффект что да ты как бы носишь интересные часы человек не разбирающиеся вообще не понимает что это да то есть нет там крупной надписи бренда который на слуху да что человек сразу ага это там 15 тысяч долларов стоит а человек который энтузиаст как ты он знает сразу понимает и как бы свой своего сразу находит в этом вообще обновленная магия раньше не использовал да я так понимаю тебя не было по их часам нет нет это первые часы как раз вот хотелось прикоснуться к чему-то подобному есть варианты других там каких-то но уже китайских производителей совсем здесь хотелось что-то все-таки вот сделанное более качественно за фирмы полтик я наблюдал последние года мне интересно что они делают я хотел их поддерживает тоже в какой-то степени и в этом году они объявили что они выпустят эту модель вновь сделают предзаказ 13 октября как сейчас помню с 13 до 23 октября у них был предзаказ 13 октября утром я проснулся уже начал тыкать весело в телефон оформлять заказы заказывай заказывай до них они обещали первым своим клиентам прислать часы уже в ноябре но видимо я был совсем не первый и и даже оформив утром 13 числа понятно что есть еще погрешность на время мне пришел имейл что часы будут готовы лишь в июне 2023 года почему они у меня сейчас есть почему они говорим это с течения обстоятельств так получилось что ты позвонил производителю сказал срочно у меня подкаст с да с виктором да вообще мы обязаны случайным образом так получилось я удалось пообщаться с основателем компании этим малек очень приятный человек и он видимо как-то так сделал чтобы у меня эти часы появились раньше за что вы ему очень благодарен ну что я тебя поздравляю в любом случае часы классные часы интересные надеюсь они будут продолжать тебя радовать в твоей коллекции будут появляться на запястье но наверняка их очень часто стали вытеснять другие твои новые часы кристофер варт что ты можешь рассказать про эти бельганто часы которые но не то чтобы редкие их могли купить только там подписчики бренда кто следил за ними там в инстаграм подписывался на все рассылки это наверное не все успели там за вот так вот пять минут разобрали все часы они у тебя появились каким чудом знаешь вот в принципе вот после нашего разговора да все вот эти часы которые появлялись они появлялись каким-то вот вот таким вот вот невероятным образом я естественно не рассчитывал на приобретение часов от кристофер word я наблюдал за этим брендом уже достаточно давно мне очень нравится что они делают их тоже причисляют в какой-то степени к микро брендом сейчас хотя уже наверно нет они они уже вышли давно до за на эти рамки марка делает на мой взгляд очень классные честные часы у них интересные есть мои модели мне очень нравится их супер компрессор визуально мне очень нравится вариации на тему gmt там стоит калибре селита по моему то есть при этом стрелку можно двигать за фиксированным бизельным интересное решение классные часы но ты знаешь что для меня вот всегда мне интересно какие-то часы необычные в какой-то степени кристофер word до этого времени он в принципе выпускал от в основном такие достаточно вот но обыденные часы которые потрясающего но вот в рутинной жизни классная но вот не совсем для меня я помню когда он приобретали супруги омегу стояли смотрели там какие-то другие часы и в бутике мне показали у них вышла интересная модель акватера не сделали полностью титановые часы не только корпусные красивые но тоже как бы омега тогда установила какой-то адский ценник на него там они продаются за 48 49 тысяч долларов и проходит небольшое время и кристофер word интересный момент это акватеры вот забыл сказать помимо титанового корпуса титанового механизма они придумали телескопическую головку заводную то есть она там по счету нажатию она выскакивает нажимаешь и нажимаешь она утопает по моему они их позиционировали как часы для гольфистов то есть это спорт часы такие вот как раз там никаких там лишних шероховатости ничего органа эргономичный корпус такой интересный но ценник конечно произвел тогда впечатление и проходит какое-то время кристофер word выпускает модель си 63 селандр элит по моему и там как раз вот тоже они поработали над вот это вот заводной головкой они сделали тоже и телескопической что на этаж технологии не та же технология но тоже они сделали омега по идее должна была бы запатентовать это наверняка да стопроцент они либо купили либо просто просто видали что а это сделано как-то по-другому но там всегда можно там инженерная мысль а на то инженерная мысль они как-то это доработали но тем не менее там схожий смысл то есть ты можешь убрать заводную головку и у тебя получается такой просто аккуратный корпус часов модель красивая модель интересная корпус сделан из титана я подумал над ее приобретением не стал брать но в принципе тоже мне она очень нравилась чем марка привлекала они развиваются стремительно и помимо вот такой линейки стандартные часов очень качественных они еще периодически стараются сделать что-то необычное в одиннадцатом году они выпустили jump hour то есть прыгающий час час и весны они доработали механизм силита и сделали вот этот прыгающий час четырнадцатом году они выпустили по моему 60 концепт или как то так она называлась скелетонизированный у нее был циферблат и мануфактурный калибр то есть это абсолютно уже другой уровень сделаны очень интересные часы там был небольшой лимит порядка 200 по моему часов точно не помню но они себя вот еще мне кажется тоже мануфактурный калибр это в принципе да то есть появление у микро бренда мануфактурного калибра это что-то невероятное и какой-то уже микро бренд да это уже серьезный игрок на рынке согласен согласен и здесь вот получается это как сейчас помню 1 ноября не было никакой город глобальной маркетинговой компании то есть был обычный рабочий день и я помню что по моему на ланче я листал в соцсети и увидел репост какую-то картинку часы которые произвели невероятное впечатление и при этом подписан на кристофер парт и я пошел на веб-сайт думаю что это такое общаешься естественно там в разных чатах и там telegram и там других сетях у меня есть чат с международным сообществом где часовые энтузиасты и там с разных концов мира я отправил туда говорю ребята что-нибудь слышали таких часах никто ничего не слышал то есть как-то было вот этого представлена знаешь вот тут под шуму как-то и делали да 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 замечали не находили вот 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 вам посмотрите и захожу на сайт самая главная страница естественно красивые фотографии то есть все там представлено вот эти часы которые ну поражают воображение что это такое непонятно вообще вынесены вот этот гонг то есть там репетирует они репетир нет не репетир естественно за такие деньги репетир ты не получишь но интересное такое решение начинаешь читать думаешь неужели мануфактуру вставили нет мануфактуру не вставили то есть как-то сразу наш так ну вот ожидал после вот этого знаешь скелетона что они вот пойдут дальше с этой темой но они доработали вот этот вот механизм использованный на своем джампауэре на прыгающем часе как раз что вот этот механизм который переворачивал часы они доработали развернули как-то и сделали так чтобы он бил гонг интересно инженерное решение сложно его вот не заметить и не восхититься да там и сказать молодцы ребята очень здорово сделать очень красивый циферблат очень интересное решение с вынесенным вот мини циферблатом дано 12 часов с чем-то схожим с как делает джак ядро то есть вот полностью организация циферблата таким образом чтобы показать и красоту инженерных их всех изысков да и получается что но опять же это рабочий день да то есть как то так за обедом обсудили там еще что-то то есть как никто не в курсе ничего но интересно рождается и периодически там в течение остатка дня я заходил смотрел там что и вдруг я захожу и страница не обновляется то есть просто ну вот как все еще зла упал упал сайт у ребят упал сайт реально и я что-то пытаются обновить 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 мне стало даже но как-то еще интереснее что происходит вообще и вдруг обновляется наконец страница и все sold out и глюк так думаю а как солдат а сколько вас было до 300 часов да то есть ценник ну такой в принципе достаточно серьезный для кристофера варпа то есть нужно понимать что их часы обычно стоят в районе там тысячи двух тысяч долларов то есть но тоже такой ценник существенный вот а здесь как бы в два раза дороже а цена открыта была на сайте то есть видно было сразу сколько стоит даже не в два раза дороже там получено да там три там по четыре тысячи долларов и цена была открыта да и тут я захожу опять свой вот этот международный чат для ребята представляете а их все продали и ты знаешь а ты еще не успел подумать даже тут да то есть тут начинается такая мысль что на елки-палки ну вот вот теперь по наверное хочу еще больше а уже все 300 штук такое что-то невероятное и один из моих товарищей проживающие в испании он сказал что он горит суша у меня она лежит в этой в корзине я говорю а те они нужны он говорит не игра зачем ты положил корзину и так вот благодаря своему товарищу которые вообще непонятно зачем положил их корзину я их приобрел они были распроданы дам за пять часов и пуша как ты думаешь они реально это живые покупатели взяли или они слили куда-то перекупом то есть кто-то там 10-15 штук сразу взял и они будут всплывать теперь где-нибудь там не было возможности купить больше одних часов то есть этот момент они сразу предусмотрели я почему спрашиваю у нас очень часто в часовом сообществе когда выходит какая-то лимиткой потом заканчивается или сложно купить то люди начинают сразу думать вот сани барыган слили все это для того чтобы нормальным коллекционеров не досталось то есть негатив к бренду появляется из-за того что они ну либо не успевают делать всю партию там ставят предзаказ и богатой все продано то есть в этой ситуации ты думаешь негатива не возникало знаешь мне кажется негатив не успел появиться потому что все были под таким впечатлением от того что ничего себе кристофер ворд сделал такие часы интересные и уже осуществив покупку я начал смотреть в принципе что есть в сети об этих часах об этих часах было очень мало информации то есть такое ощущение что бренд отправил прототипы буквально нескольким инфлюенсером вот таким блогером да и они немного сняли роликов совсем все ждали вообще в принципе что это будет такое получается выходит вот этот синий цвет его распродают за пять часов проходит два дня все еще как потом шумят что ничего себе какие часа часы его только когда уже пошла вот эта волна люди уже стали узнавать о них когда уже их нет и выходит зеленый цвет зеленый цвет я пропустил зеленый цвет вышел и продался за два часа то есть они тоже вот устанавливали наверняка как-то подписались на сети посмотрели что он может уведомление какие-то пришли но я уже узнал позже то есть не то что я хотел еще и зеленые там взять но мне кажется в какой-то степени выпустив вот этот еще второй цвет а ты бы взял и вторым нет конечно перепродажи возможно так заодно подзаработать продать потом два раза выше рынка бить первую модель знаешь я в принципе никогда таким не занимался здесь может быть имело это смысл сделать но опять же наш паровоз ушел вы что же уже говорить другой момент что естественно это бизнес и этого стоило ожидать достаточно быстро мне пришел имейл как человеку приобревшему часы там они сразу сказали что мы будем выпускать еще и другие цвета то есть принципе это было достаточно рано известно что будут они вот эту тему эксплуатировать и то есть это такая лимитка но если получилось такой успех заработать почему бы на этом не заработать то есть дальше весь твой лимит по сути сводится просто к индивидуальному цвету потому что ну вот на мой там личный взгляд синий зеленый это удачные версии то что они представили сейчас это интересные часы но вот этот вот там нежно-голубой фиолетовый какой-то там оранжево-желтый и еще какой-то цвет он черный дан вот может быть черный а мне понравился пурпурный вот этот фиолетовый мне кажется конечно конечно тем более знаешь опять же с лимитом 300 штук там их все равно разберут их разберут обязательно да то есть как горячие пирожки то есть может быть не будет такого же эффекта там как с зелеными за два часа или синими ждут то есть особенно если сейчас не знаю я вот до нашего разговора пока еще не смотрел надо будет зайти посмотреть если они сейчас предложение на вторичном рынке я уверен что если они есть потом цена уже выше ритейла значительно и наверняка люди будут разбирать с целью подзаработать даже если не носить то есть они все распродадут а тебе считаю просто нереально повезло что ты случайно наткнулся эту модель так бы твой друг просто удалил из корзины все да 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 я думаю что ты прав еду на что есть такая вероятность сожалению что действительно часы уходят на вторичный рынок продается там дороже невероятно интересно наблюдать за вот этим циферблатом как работает механизм гонга вынесены вот этот мини циферблат на 12 часов прекрасные часы нет и залив залипаешь наверно периодически да я не часто их нашел вот но там куда-то на ужин и еще что-то вот на выход часы интересно значит каждый раз когда у вас ровный час а гонг бьет один сигнал эту функцию можно выключить не то что они будут вас будить по ночам но тем не менее бывают ситуации те вот сигналы они не нужны поэтому там стоит переключатель можно включить можно выключить вот этот звук до включить бесшумный режим и тогда это работает как обычные часы включаете чтобы был звук при прохождении каждого часа вот этот гонг отбивает каждый час такая вот как небольшая кукушка слушает давай немножко вернемся к отечественным часам для отечественных для нато для российских часов я понимаю что для тебя может уже и американские отечественные они тоже у тебя вроде как есть и получил наконец-то космодайвер да не тот который ты когда-то заказывал который потерялся но тем не менее твоя коллекция пополнилась этим на мой взгляд очень интересным экспонатом от часового завода восток как это произошло почему ты все-таки решился со второго раза до приобрести их космодайвер часы невероятно интересные и отрицать наверное их как явление в таком вот тут нашим часовом сообществе очень сложно я наблюдал за историей их развитие появления не с самого начала но достаточно рано узнал о них и конечно произвело на меня большое впечатление вот как все это развивалось очень интересно было посмотреть и твой ролик и ты знаешь вот насколько маленький миру до часы которые ты показывал своем ролике фотографии это именно те часы которые я и приобрел у нашего общего главного артема 31 декабря 21 года вот отмечая новый год здесь я увидел уведомление что артем продает часы связался с ним и вот мы пожали руки что когда праздник там закончится он них отправит к сожалению так получилось что часы проделали весь путь сюда в сша и уже здесь на этапе определенном просто были утеряны их разыскивали там определенное время но к сожалению они вот утерялись и наверное летом стали появляться вот этого года прошедшего стали появляться уже часы собранные востоком до номера в номер их выкидывали на сайт буквально там небольших количествах по несколько штук да я установил уведомление а там можно сделать возможность чтобы уведомили и я уверен что список наверняка был длинный вот это в ноябре до меня дошла очередь мне пришло уведомление так получилось что мне просто повезло я копался в телефоне отвечал на имейлы и приходят уведомления я вижу что это мир она захожу что да вот у нас в доступе появились космодайверы захожу на мир она 8 штук в наличии долго я не раздумывал то есть тут я взял и спустя часа я оставшиеся к семье и не было приобрел еще и молнию новые часы раритет я собственно использовал твои кадры спасибо тебе большое показал насколько отличается цвет цвет циферблата от рендеров которые выставили на сайте и как выглядят часы в живую разница действительно есть еще раз тебе спасибо я уверен что и зрители благодарны что ты показал этот момент как твои впечатления в общем о молнии у тебя насколько я помню молнии в коллекции еще не было коллекции молнии у меня действительно не было за ними я наблюдал несколько последних лет в свое время не произвели модель этюд которая была очень популярна и тогда наверное я них и узнал минус этой модели для медня конкретно это ее размер у меня опять же небольшое запястье а часы которые они сделали были 46 миллиметров причем заявленные они больше были как такие ну чуть ли не костюмные и вечерние скажем так хорошо вот для меня если мы говорим про и тюгинга да да я не мог такое лучше увидеть на своем запястье и ждал когда принципе вот разовьются и сделают какие-то другие модели даже связывался в принципе заводом интересовался будут ли у них какие-то модели там 38 40 миллиметров на что я в принципе получил естественно ответ что у нас очень большой механизм и воткнуть его в крышечку мы не сможем но они дали мне понять что там 42 миллиметра это реалистично но будет там через год потом были определенные события которые сместили это еще по моему на год и у них стали появляться там трибюты первый трибют он был 44 миллиметра красивый опять же большой для меня и вот они наконец запускают трибют третий на 42 миллиметра ты снимаешь замечательное видео и благодаря этому замечательному видео я понимаю что трибют вот каждому свое я все-таки хотел какую-то модель возможно глупо но мне вот хотелось чтобы было написано молния у них интересно многим хотелось это да это большая проблема я говорил видео у них название именно молния зарегистрировано было по крайней мере было за кем-то другим в европе они не могли продавать часы со своим логотипом конечно звучит фантастически но благодаря там смутным 90 много и ситуации произошло но в результате получилось то что получилось кому-то наверняка это дизайн нравится он такой какой-то вот такой достаточно современной до использования вот этих вот стрелок определенных использования вот такого формата циферблата мне хотелось что-то несколько другое были возможности там приобрести и пилоты их как-то это было и многие хотят многие хотят до небольшое время проходит после там получением космодайвера и молния объявляет что вот 75 лет и окажется до 75 лет до айбелей выпускают юбилейную модель небольшим тиражом будет вот этот вот раритет представленные в нескольких цветах и естественно они вот проталкивают вот эту вот модель в зеленом цвете подготовились молодцы красиво сделали рекламу она зацепила интересно а вот и я решил что наверное стоит вот как вот она то молния которую я начать знакомства потому что ожидать 40 38 миллиметров ну понятно что с ним ждать еще там очень очень долго то есть нужно попробовать 38 вообще точно нет минимум вот 40 может быть но это очень сложно я знаю вот мастер есть петербурге александр нестеренко он использует механизма молния делает модели диаметром 40 миллиметров но поскольку у него это штучная работа и каждая там подгонка идет вручную над каждыми часами он работает индивидуально там идеально подгоняя он может это себе позволить молния не может на себя позволить потому что есть какие-то погрешности да то есть не все корпуса прям четенько идеальные и когда это массовое производство это гораздо сложнее абсолютно согласен надеюсь что когда-нибудь может быть мы увидим возможно рака возможно в любом случае интересно наблюдать как бренд развивается что они выпускают постоянно какие-то новые модели молодцы как твое знакомство с молнией как тебе этот механизм довольно интересный сам по себе с большой история да мы понимаем что это когда-то он основывался на швейцарском калибре но у него есть такая фишка что это ручной завод он довольно громко тикает он большой его видно классно да вот эти впечатления тебя как запонули ну конечно интересно всегда наблюдать за прозрачной крышкой работа механизма молодцы они сделали интересный циферблат как мы уже обсуждали в твоем ролике это не совсем то что было заявлено на не совсем хотелось бы им пожелать чтобы хороший маркетинг это замечательно но там наверняка для меня критичной разницы не было но если люди заказывали темный зеленый циферблата получили вот не то я уверен что может быть кого-то это разочаровало мы не писали некоторые ребята которые разочаровали эти моменты и не только по зеленым вот один мой товарищ писал про синий циферблат который отливал совсем фиолетовый ему это кардинально не понравилось потому что на рендерах этого не было менял свои часы на другой цвет то есть были претензии да красиво конечно подтянуть цвета показать классные фотки но надо что все-таки соответствовало тому что реально будет потом покупателя ребята делают ошибки бывают наш ничего не делаешь конечно конечно скажешь поэтому уверен что они и с этим справятся у меня пожалуй наверное другой момент больше смутил корпус часов достаточно толстый когда ты говоришь о 42 миллиметрах и позиционируешь их как более официальные часы не знал уж ли ты вечерний костюмными или еще как-то с моим запястьем это не работает то есть я их не могу рассматривать как часы там под рубашку они меня просто не залезут поэтому я в принципе наверное брал зеленый такой циферблат чтобы сделать их максимально неофициальными и я тут же снял ремешок в твоем видео мы показали на оригинальном ремешке как они подходят завода но с этим ремешком я достаточно быстро распрощался и по странам у них такой довольно такие веселенький ремешок который какое-то время назад я заказывал под турбион это питон aqua цвета и мне кажется что вот он как раз раскрывает и характер в сторону гораздо более еще не официальных и вот для меня они вот таким образом ощущается наиболее комфортно то есть это только срежу вечерние часы как вот и сказал да где можно там с коротким бокалом с подвернутой рубашкой куда-то вечером пойти абсолютно хорошее место они занимают коллекции я как только они пришли по моему не снимал три дня произвели хорошее впечатление замечательные часы кто-то если рассматривает приобретение действительно стоит задуматься молодцы ребят ну и цена у молнии более-менее сейчас приемлемая то есть вот 30 тысяч рублей не стоит если я не ошибаюсь что для мануфактурного механизма своего собственного производства хотя корпуса понятно китайские но целом как бы мне кажется очень даже вполне адекватная цена давай поговорим про другую модель вот и рассказал про ремешок из питона и вспомнил как ты прислал мне часы с розовым ремешком я думаю павел что это такое как бы ты хочешь показать что все круто мужики могут носить розовые ремешки или может и купил для своей жены то это за модель как у тебя появилась комплексов по поводу цветов у меня нет хотя я понимаю что достаточно а вот этот ремешок он такой нестандартной и здесь действительно интересно на мой взгляд история часы вентура от я рассматривал приобретение достаточно дал мне нравится их истории это такие легендарные часы первые появились в пятьдесят седьмом году и тогда они произвели определенный фурор потому что это были первые электромеханические часы то есть насколько я понимаю что там был какой-то вот калибр 500 его называли он это еще до кварца получается вышел модель при этом старались выпустить на рынок достаточно быстро они конкурировали в тот момент с булава булава вот они их выпустили и прекратили продажи через семь лет было допущено много ошибок процессе производства и часы было невероятно сложно обслуживать но тем не менее они произвели фурор были не бы невероятно интересными наверняка еще такой факт что они очень сильно понравились селесу пресли он надел их там в одни в одном из своих фильмов это тоже подтолкнуло интерес ну и потом уже марка выпускала их уже в разных вариациях более классическими механизмами уже конечно да вот на протяжении всех этих годов и в пятнадцатом году было восьмидесятилетие элвиса он не дожил но тем не менее вот ему исполнилось 80 лет они выпускают линейку элвис 80 а там множество представлено цветов мне нравилась модель с белым циферблатом на белом каучуковом ремешке наблюдал за ними но не приобретал и и помню что проходит какое-то время они вообще в принципе пропадают с онлайн платформ не знаю почему могут они ушли и раскупили как бывает не было не было не было и опять же мы обсуждали с тобой в предыдущем ролике часто в сша проводят определенные распродажи то есть приуроченные каким-то праздником там 4 июля там труда там еще какие-то праздники и конечно же ноябрьская это черная пятница и рождественские 25 декабря всегда очень хорошие предложения бывают где захожу на наш любимый жомашок и вижу что появилась модель вот это с белым циферблатом но на розовом ремешке но на нее стоит скидка 50 процентов именно из-за этого ремешка нет я посмотрел тут же мне очень нравится их браслеты еще я нашел браслет за небольшие деньги оригинально очень интересной формы и решил что как раз я объединю и все равно у меня получается феноменальная скидка и движется если когда-то было добавлять свою коллекцию вот это был как раз тот момент и вот так звезды сложились и я их приобрел часы очень интересные ремешок если не обращать внимание на его цвет невероятно удобный я спокойно отношусь еще раз говорю мне нет таких комплексов по поводу цветов часы вот я знаю что ты их ставишь там в отдельный ряд но вот они рядышком они качественно очень интересно сделаны вот этот загибающийся сапфир в сторону прозрачная задняя крышка показывает механизм механизм с запасом хода на 80 часов автоматические часы мне кажется вот на лето прекрасно вариант естественно опять же это дополнительные часы в вашу коллекцию это не будут никогда вот единственными часами но они довольно универсал на самом деле то есть да не стандартная форма но в принципе мне кажется подбирая там два-три варианта ремешков можно их носить очень в разных ситуациях единственное что может быть водозащита не такая серьезная чтобы к этому водозащита там совсем небольшая поэтому там плавать с ними не стоит на руки помыть можно время распродаж рождественских черная пятница в штатах наверняка многие фанаты часов набирают набирают можно найти что-то редко интересное ты рассказал что тебе удалось найти тюдор прекрасный вариант тот который даже в официальных бутиках очень редко встречается расскажи как сложилось как они появились у тебя доволен ли ты знаешь вот такое ощущение что все его часы о которых мы сегодня говорили в какой-то степени это было неожиданность потому что да за панды я тоже наблюдал самого начала как только ее представили на рынок часы интересные с брендом тюдер я еще не был знаком персонально у меня нет никаких часов кроме этих сложно не говорить о том что black bay это потрясающая модель абсолютно но я спокойно относился ко всей линейке до появления вот этих часов они не вот искренне понравились к сожалению не счастью они понравились еще и большому количеству людей и сразу же вывелись в рамках вот этих вот часов которых не вас дефицит на все да 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 началась снова вот эта игра которая там наш купе у нас сначала одни часы может быть когда-нибудь я в такие игры не играю мне интересно платить премиум повыше ритейла я тоже не не вижу смысла и действительно увидел предложение ближе к новому году ниже ритейла и решил что наверное если было время когда это нужно было добавить что вот оно пришло еще раз и с удовольствием получилось добавить вот себе в коллекцию эту модель интересный момент я не знаю вот знаешь ты или нет это юбилейная модель был в семидесятом году тюдером выпущен хронограф который назывался ойстердейт или получался проходит вот 50 лет и они выпускают вот вот эту модель панда которая получила окрестивая в народе то есть вниз тоже вот такая связь поколений но я не знал нет эта информация то есть это не просто даже какая-то рядовая модель да и вот в какой-то степени юбилейная за ней есть тоже какая-то история потому что их изначально вот этот вот хронограф ойстердейт свое время был очень популярным здесь стоит тоже второй интересный момент калибр они пишут мануфактура да то есть там называется nt что-то там и mp как раз это означает мануфактура чудо но этого калибра брайдлин то есть он доработанный но то есть вот тоже такой момент да мы говорили с тобой что какие-то фирмы что-то производят в китае а тут вот получается фирма с огромной историей с невероятным тому вложением к этой марки но тем не менее то есть они заявляют многие бренды считают уже своим как бы мануфактурным калибром если не там чуть-чуть чего-то доделали ротор поменяли где-то под декорировали какую-нибудь даже вот одного ротора иногда достаточно чтобы гривь все это мануфактурный механизм а иногда я даже встречал такую рекламную фразу что у нас используется мануфактурный механизм а реально производства своего нет но они берут чей-то механизм который чей-то мануфактурный и говорят что он мануфактурный он как бы не мануфактурный но он мануфактурный да ты думаешь ребят вы чего понятно это реклама это маркетинг для людей не углубленных это звучит знаешь у меня часы на мануфактурном механизме получается там знаешь все микро бренды имеют мануфактурный механизм все и когда вот и на 45 стоит истина мануфактурных калибрах по этой логике как вообще ты относишься к тидор и если сравнивать с отношением ему как младший брат ролик ролик для бедных или это вообще отдельная какая-то история в любом случае сравнивают любом случае это на виду это обсуждаются дизайны очень похожи ты купил дайтону для не самых богатых людей или ты купил уникальные часы что но сравнивать мне кажется панду и дайтона достаточно сложно и тем не менее там дайтон это дайтон дайтон этот красивые прекрасные часы они не искренне нравится но не все далеко модели ролик с нравится я бы даже сказал мне мало модели ролик с нравится но дайтона одна из них к сожалению опять же вкус совпадает с большинством людей в этом плане и это такие недостижимые часы нет тюдор прекрасная марка под них есть замечательные часы линейка блокбей она потрясающая и вот вот это панда мне кажется это органичное и и продолжение бы не очень нравится эти часы в предыдущем ролике мы с тобой обсуждали такой момент какие бы часы ты не задал вопрос я бы взял на место я тебе говорил что ну как же виктор вот я обожаю часы мне очень нравятся разные я ношу там там редко два дня подряд одинаковые часы ты знаешь с приобретением этого чудо ра я его практически не снимал до его не носил на работу но вот у нас представился отпуск и мы съездили я вот практически весь отпуск отходил в этих дорог невероятно мне нравится они очень комфортные это вот часы которые мне кажется подходят практически вот но под любую ситуацию интересный момент у них завинчивающиеся пушеры и завинчивающаяся заводная головка то есть если вы хотите включить я не знаю наверно стоит нормальное видео потом приложить не знаю сделаю наверное но хотите воспользоваться хронографом необходимо открутить вот эти пушеры нажали все работает потом закрутили и принципе с этими часами спокойно можно там и погружаться лучше я скажи пожалуйста в прошлом видео мы с тобой когда обсуждали в принципе вот свое отношение к собирательству коллекционирование часов ты говорил что там есть бюджет определенный ты его стараешься придерживаться и тут вот и там за несколько месяцев просто пух 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 новые часы хотя опять-таки говорил что пока я вот приторможу там другие цели другие планы как это в тебе соединилось вот такое взвешенное отношение даже надо собирать там откладывать не спешить и желание просто купить срочно отдавайте вот это вот это скидки влияют или что я согласен да с тобой что получается так как вы можете так я просто помню как ты мне писал знаешь смотри что купил я такой серьезно ты говорил неделю назад что нет я подожду прекрасно понимаю как это выглядит у меня было желание в этом году приобрести другую модель она была достаточно дорогостоящая мне очень нравится реверса с горблатами я ожидал что может быть поступит какое-то хорошее предложение ближе к там рождения которым декабре как раз скидки рядом можно что-то приобрести по более интересной цене тут получилось что в принципе грубо говоря и да я вышел из бюджета реверса но то есть привычки запланировано да 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 конечно то есть там но совсем подходить там к своему бюджету таким образом что сгорел сарай гори и хату да вот такого не стоит делать но здесь смотрите пожалуйста на свою там индивидуальную ситуацию естественно всегда здесь просто как вот мы начали с тобой разговор с болтик дальше мы пришли на бельханта то есть это те такие модели которые ты должен решать в моменте да то есть как ты видишь там вот с бельханта там думать вообще не было времени но ты либо понимаешь сразу что ты хотя бы там гипотетически себе можешь это позволить либо понимаешь что точно нет и как вы же если понимаешь что можешь давай потом это как не знаю зайти в бутик ролик увидеть на витрине там халк по прайс сюда по официальной цене если у тебя есть возможность его сразу надо брать да и ты завтра можешь поднять в два раза больше просто на ровном месте это малонероятно но вот иногда видишь тебе везет может быть стоит зайти в магазин ролик эти часы которые мы сегодня обсуждали я опять же этим не занимаюсь но смотри вот болтик да и сделано мало и вот конкретно еще моя модель не вот он не нет в коллекции до этого такого плососевого циферблата он самый популярный то есть теоретически я ничего не потеряю на этих часах бельбельканта здесь вообще такая интересная история и при разговоре с женой допустим ей как раз толкал что знаешь вот случае чего три момента первый момент у них есть политика 60 на 60 по-моему она называется что в течение 60 дней вы можете вернуть эти часы то есть если вдруг они приходят они невероятно страшные сделано там из непонятно чего их можно вернуть и получить все свои деньги обратно второй момент если они прям нравится то замечательно ты оставляешь радуешься им и все счастливы третий момент они приходят они тебе нравятся какое-то время ты им пользуешься но понимаешь что вдруг что-то не твоего смотришь на вторичку они там выросли ну дальше решаешь сам то есть тут три выхода слушай но вроде когда ты говоришь что очень там разумно подходишь большинстве своем но я помню недавно ты мне присылаешь telegram фотографию словами гранд сейка у меня просто один вопрос ты серьезно ты снова купил что-то не запланировав я помню что ты вроде не собирался брать гранд сейка но что-то пошло не так грешен стоит уже в принципе действительно не здесь уже пора тормозить вот это вот волной приобретений стоит обращать внимание на модели которые выходят которые редкие которые появляется возможность взять снова понятно к сожалению под бюджет и не резиновые и там купить все что прям хочется ну такое невозможно конечно и любой ситуации совершенно точно и здесь в принципе сработало много моментов один из них тоже это редкая модель то есть я приобрел в себе модель и конце и к джемте который народе называют павлин это лимитированная версия одни из 500 модель сделана специально для американского рынка гранд сейка я отношусь замечательно я наблюдал за этим брендом давно мне он интересен мое личное мнение что к этому бренду стоит прийти не вряд ли они будут вашими там первыми вторыми часами определенного уровня мне кажется сначала вам захочется скорее всего попробовать какие-то другие бренды и вот когда-то вы к нему придете но многие приходят к гранд сейка после rolex насмотревшись на скажем так что-то громкое попрыгать уже эти часы и потом хотят куда-нибудь уйти в сторону более уникальный продукт и смотрят в том числе на гранд сейка возможно возможно соглашусь мне нравилось их модель который опять же называют снежок снежинка интересно решение этого сприн драйва плывущая вот стрелка варяющая получается да то есть это механика которая там скомплиментирована получается кварцам то есть такой симбиоз то есть это интересно это интересное решение она имеет право быть у меня удалось была возможность попробовать впервые эти часы как раз когда я подгонял браслет на тюдер в салоне это был мульти бренд и там была представлена целая витрина гранд сейка причем конце к я так понимаю что относительно недавно выходят американский рынок и они представляют широкую линейку то есть можно посмотреть на многие модели у паши и есть красивая модель она по моему тоже сделано для американского рынка очень похоже на этот по время по сути это одни и те же часы но не лимитированные очень красивый зеленый циферблат мне очень понравились и тут я их увидел на стенде померил очень понравились прекрасные часы и красить и сразу купил нет 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 я не покупал значит я посмотрел снежинку померил они полностью титановые ощущение на запястье очень интересно то есть это вот мое было первое знакомство с гранд сейка в реальной жизни и бренд действительно производят впечатление то есть разница сейка и гранд сейка она будет понятно даже в принципе но человеку несведущему когда у меня есть присаж из коктейльной серии зеленые с удовольствием их нашу замечательные но это конечно совершенно другой уровень при вот этом первом знакомстве мне сказали что у них есть что-то очень интересное то есть они вынесли из сейфа запакованную модель распаковали говорят вот смотри это павлин я не знал что это такое вот павлины павлины павлин да то есть как бы мне нравились часы пошли вот зеленый бамбук красивые классные люблю зеленый цвет понравилось дали померить красиво и интересно и говорят что вот они они у нас одни на магазин их нигде нет они одни из 500 то есть если рассматриваешь принципе себе гранд сейка тем более вот ну как бы нет наверное модели лучше чем начать свою знакомство с брендом чем вот эти там очень интересный механизм вот этот хай бит высокочастотный замечательный корпус вот этот 44 гс до который там впервые был представлен там в шестидесятых годах ну прям вот тут вот квинтэссенция гранд сейка я посмотрел сказал спасибо за то что подогнали мне браслет на тюдор и ушел вот и это было наверное разумное решение посмотрел потрогал познакомился да 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 не но он тем не менее знаешь под зернышко она запала и тут мы отмечали день рождения супруги уехали в майами и это конечно невероятный город то есть там много любители часов много магазинов часов они везде давай отвлечемся в чем ты поехал у меня было с собой несколько часов все-таки все-таки несколько да 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 я с собой взял бочку от востока бронзе крутоска по-моему с тобой в любые отпуска у меня с собой был болтик у меня с собой были космодайверы и у меня с собой был тюдор но и в принципе наверное 80 процентов времени я проходил в тюдоре очень мне нравится прекрасные часы мы проживали в районе где вот как раз очень много торговых таких центров интересных и проходили обратили внимание что стоит бутик риш армии естественно я до этого никогда не был не знаком с брендом близко так и мне захотелось зайти я посмотрел там мульти бренд то есть это не просто бутик риш армии это такая больше там там здание как интересно закручено там дальше mbnf и дальше более такие там доступные скажем там бренды но тоже высокого уровня там есть и ланжи и омега и бриге и какие-то даже модели от урверк стояли и гласюта да как всегда путаюсь как произносить меня могут поправить гласюты у них был стенд грандсейка ты знаешь нас настолько потрясающе встретили и вот я вот сколько раз убеждаюсь мне кажется что там чем выше бренд тем вот этого гостеприимность она прям вот выше да то есть там достать там эти часы там mbnf которые очень дорогие вот тут же дать на руку там надевайте но это может быть штатах вот где ты живешь да ну или опять-таки может быть не всех туда пускают как смотрят как ты выглядишь что у тебя на руке потому что вот в той же москве очень часто было что ты заходишь в бутик там какой-то во-первых охранник стоит прям лишь лицом и ты даже во дверь не можешь зайти потому что он как перекрывает и потом ходит за тобой смотрит а что ты там не сопрешь ли ты чего-нибудь может быть просто не все до выглядят так как будто готовы прийти и вот купить сейчас у них там rolex или что угодно не знаю это не сказать что в своих шрёбанцев шортах и футболки nike я вряд ли выглядел как я готов купить решармин мне кажется это больше культурно и тут я замечаю что у них на стенде еще и представлены те самые павлины но они замутаны в эти пленки те же самые которые ты мерил вот недавно да 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 я обратил на них внимание и выяснилось что в принципе персонал даже не знал что у них есть началась какая-то такая интересная мышь там это активность то есть они тут что и провали достали эти вот линзы такие вот посмотрели говорю там на обратной стороне у вас должен быть указан номер что там столько-то из 500 а вот такие интересные итальянцы в принципе наверное примерил их еще раз но так знаешь это посмотрел спасибо ну сфоткал да 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 и вот ушел день наверное во мне это варилась мы обсудили с супругой в принципе подумали что будет жалко грубо говоря упустить такую возможность плюс я поделился еще естественно этими приключениями в одном из наших часовых чатов и никита никита тебе большое спасибо вот очень опытный в этом плане товарищ у нас уже владелец у него есть коллекции гранд сейка он сказал что да ведь павлин это же второе переиздание первое было не на американский рынок но так международно и там по моему лимит был порядка 700 штук они мало отличались от этого нового издания но там был такой темно-зеленый циферблат и как раз вот этот паттерн вот этого циферблата он напоминает вот перри по время такой расходящийся интересно они сделали и сейчас получается там спустя приличное количество времени они решили повторить наверное вот этот свой успех выпустив вот эту ли нитку и сделав 500 раз а 500 штук в этот раз и только на американский рынок у меня нет в коллекции такого вот прям джейнте трушного да как у нас вот принято говорить моя любовь к усложнениям тоже дает о себе знать мне есть омега вольт таймер моего обсуждали в будущем видео а в принципе тоже да действительно есть это вот усложнение что-то можешь пока часы идут отсоединить получается часовую стрелку и она будет сама двигаться в необходимую тебе сторону но это все-таки более сложные часы а здесь вот прям вот идеальные часы для путешественника прилетели в любое место отвернули либо назад либо вперед поминали поменяли дату часы как шли так и идут вот очень интересно не сбивается они на секунду не в дальнейшем сторону своей целевой вот ценовой категории там допустим до 10 тысяч долларов условных там не так много моделей прямо с этим трушным gmt существует что это пошел брать да 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 мы обсудили вот опять же то есть на отпуске это настроение веселое хорошее но их никто не купил видишь вот это было удивительно то есть я сказал супруге что наверняка они уже их продали а вот ну нет дождались может быть да да может быть значит судьба такая вот я набрал представителя бутика сказал что вы интересованы а вот и даже небольшую скидку сделали что очень приятно а это полировка за рацию хотелось до посмотреть что это такое и я ее успешно в принципе в этом выпуске испортил я уже понял все вы сразу засмеялся да хотел когда красиво подвести за что вот ты наслаждался этой идеальной полировкой которая выделяет такие часы среди любых конкурентов и не жалко ли тебе было их надевать ведь какие-то малейшие царапинки могут появиться и потом уже сложно их восстановить в идеальный внешний вид царапинки получились и совсем не малейшие в принципе для меня редкость я стараюсь к вещам относиться достаточно хорошо и все часы в коллекции они достаточно достойно мне кажется в виде присутствует понятно что я часы ношу и но какой-то естественно износ идет тем не менее я стараюсь все таки выбирать определенные часы под определенную ситуацию то есть как мы говорили с тобой в предыдущем видео это какая-то там активность там не знаю мы катаемся на озере на латрушке да это понятно что я возьму там не знаю какие-то англишоке если это что-то там в саду заниматься то это вот может быть те же джи шоке вряд ли ты возьмешь какие-то часы которые не соответствуют наверно за гранд сейка все таки для других случаев но да 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 не узнал я об этом не совсем недавно то есть как бы когда опять доставал нет 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 я узнал об этом буквально там вот пару дней назад уже давно мы приехали из отпуска и я не обращал внимание то есть я вот настолько видимо влюбился эти часы и носил везде и все и вот я даже я предполагаю где это могло бы но мы очень весело отметили день рождения супруги скорее всего в один из вот этих вот моментов там где-то что-то он как-то я их куда-то привожу они прям очень сильно подешевели но ты знаешь нет я не совсем не подошевели нет я часы ни в коем случае мне перестали нравиться там знаешь это грубо говоря там шрамы украшенная история эта история то есть но не будешь помнить эту историю это наша поездка замечательно мы отлично съездили с друзьями то есть замечательно провели время и то есть ну вот произошло произошло что же теперь делать если когда-то будет возможность такая в принципе сдать их там тот же самый пассаж сделать еще что-то я могу поинтересоваться можно ли это как-то убрать но еще не интересовался голдмит еще не интересовался но и как-то знаешь что мне такого глобального внутреннего там диссонанса поэтому вопроса метро и ну вот случилось так ну что поделать то есть это знаешь это это больше это больше было что вот мой черт возьми было бы забавно если ты до следующей денег не в бутик пришел сказал что они продали что-то не так ну я думаю что восстановить это в принципе возможно да это не так просто но если когда-нибудь решишься можно сделать без каких-либо проблем в любом случае часы классные и помимо своей красоты они будут дарить тебе еще такие приятные воспоминания уверен что у многих зрителей такие воспоминания о своих часах наверняка есть что-то сейчас вот они последние да они самые новые может бы ты еще что-то заказал пока не поделился ждешь и планируешь нет я больше ничего не заказывал и действительно то есть это был такой замечательный марафон нужно насладиться еще тем же но ново добавленные часы потому что но все модели прекрасные эти модели которые дней до этого есть у меня не прошло то есть мне нет такого наш старая игрушка все не играю новые часы я пока никакие не заказал я буду пока всякое может произойти всякое может произойти но я думаю что я сейчас на точно определенный срок вот но но я но у меня большая радость недавно нашлись часы моего деда это очень круто это такая вот прям невероятная радость для меня там несколько часов советских 5 часов есть восток претензионные есть слава с календарем день недели число а есть ракета с интересным циферблатом есть часы победа эти часы к сожалению были в достаточно печальном состоянии там с разбитым стеклом там с другими повреждениями что-то было не на ходу но благодаря нашему общем товарищ герману они уже восстановлены и скоро будут отправлены мне вот я их жду невероятно очень очень рад и спасибо огромное герману он провел действительно невероятную работу то есть там все досконально изучил нашел там на ракете отсутствовала секундная стрелка нашел по каталогам необходимую все вот подобрал там стекло невероятно работа человек провел огромная ему благодарность герман в этом плане молодец здорово что он сделал и вообще вот когда часы из прошлого им даешь вторую жизнь и у тебя по сути появятся пополнение коллекции те часы которые носили твои предки но мне кажется это очень круто даже если ты их не будешь носить они просто будут лежать как память коллекции там тикать еще и в хорошем состоянии это это важно и для многих наверное это даже самые ценные часы в коллекции могут быть важнее чем ролик сыгран сейка или что угодно а конец так и есть на винтажные часы это вообще свой такой интересный мир не обязательно только советские то есть мне интересно все как ты видишь у меня такая вот но сборная солянка наверно всего вот когда что-то интересное есть имеет очень привлекает и очень благодарен твоей аудитории там вероятно было интересно читать комментарии к нашему предыдущему ролику мы там как-то обсудили некоторые часы из моей коллекции и были фотографии одних часов которые мы к сожалению обошли в нашем ролике они были часто видел вопросы по поводу них это был хатфан вот такие часы мы вставим обязательно нормальную фотографию вот она тоже не рядышком много вопросов действительно я писали потому что на нашем рынке винтажных часов вот такое встретишь крайне редко все-таки да это не советский винтаж это американский у тебя наверное больше предложений есть возможность отследить найти такие часы и кажется я вот ты знаешь я вот об этих часах узнал из книги о винтажных часах марка вот это хадсон она была под этим именем зарегистрирована для продажи в сша это швейцарские часы выпускавшиеся в 70-е годы как ты уже обратил внимание это часы дисковые это не джампауэр к сожалению не отщелкивается лоб каждый час но это диск и соответственно один день двигает него это другой диск двигает часы эти часы выходили с так называемый кварцевый кризис когда появилась на рынке электроника это был сам по себе очень интересный момент плюс людям больше не нужно было смотреть на стрелке и определять время там вот тут у нас минуты тут у нас секунды тут у нас часы при легком взгляде на часы можно было посмотреть электронные убить тучное время там за секунду швейцарская индустрия вот мне очень понравился тот момент инженеры придумали такой вот момент что я привод этих наличий двух дисков можно показать точное время привод в едином взгляде при этом оставив механический нутро механическое нутро механизм оставишь таким как есть эта модель еще интересно там есть батарейка там отдельный модуль подсветки то есть при нажатии это клавиши вечером можно обратить внимание что вот часы можно посмотреть сколько времени об этой модели я узнал из книги которая мы часто в принципе обсуждали там наших часовых чатах и не и я думаю что в одном из твоих ролики с семеном ты за трагином да мы говорили ему удалось купить но в россии это нереально практически их сейчас нет это очень интересное издание потрясающая книга и ты знаешь ну вот мы с тобой записываемся сейчас в январе да я наверное матч сделал таким образом я очень тебе благодарен во все что ты делаешь ты не хочу поздравить тебя с наступившим нового года я также хочу поздравить твоих подписчиков я отправляю тебе две такие книжки вау вот одна пускай останется в твоей коллекции спасибо большое разыграть между своими зрителями я думаю что вот после прочтения этой книги вы много для себя узнаете здесь представлены интересные бренды и интересные дизайны того времени думаю что книга очень понравится слушай это действительно очень круто и я уверен что ну во первых мне будет очень интересно почитать я хотел себе приобрести но к сожалению реально вот ну в россии их нет там несколько штук было вот семену повезло он урвал многие писали спрашивали что как где приобрести и друзья у вас сейчас есть возможность уникальная получить подарок от павла сделаем наверное как обычно пишите комментарии под этим видео прямом эфире проведу розыгрыш выберу кого-то одного случайным образом все честно прозрачно как обычно и перешли уже подарок от павла будет забавно если кто-то из штатов выиграть ну если выиграет кто-то международный то я отправлю оде чтобы мы не отправляли все таки хочется чтобы выиграл кто-то вот у нас и и соответственно вот да если кто-то выиграет международный я наверное стоит просто написать какие-то впечатления о коллекции павла она действительно интересна она действительно разнообразно опять-таки если вдруг вы еще не смотрели наше прошлое видео мы там больше смотрели на часы обсуждали вообще принципы коллекционирования собирательства в принципе которым павел себе часы выбирает и приобретает обязательно посмотрите ну а сегодня мы так обсуждали новинки как у тебя вообще вот сейчас ты сложнее стало выбирать какие часы надеть сегодня какой принцип у тебя первоочередной глаза разбегаются и действительно модели очень много интересных и много очень новинок и сложно определить какие-то одни но выбирайте всегда часы которые нравятся вам стоит наверное обращать внимание на чужое мнение только в случае если вы его прям совсем не можете сделать выбор и хотите больше вот какое-то такое вот техническое какое-то мнение всегда стараюсь подбирать часы которые нравятся лично вам носить их вам я полностью согласен да любое мнение со стороны абсолютно неважно это ваши будут часы вы будете носить вас не будут радовать поэтому выбирайте то что нравится вам спасибо что поделился своей истории спасибо что показал свои часы мне было очень интересно надеюсь что и зрителям тоже было интересно узнать посмотреть обязательно в комментариях тебе напишут заходи пообщаемся еще и там обязательно буду рад ответить спасибо друзья что смотрели это видео обязательно увидимся в новых выпусках пока счастливо